Добрый вечер! Вы смотрите ТСН Итоги в студии Роман Явный, чьи в начале главные темы выпуска. Игра на вылет, тюменцы стоят в очередях за деликатесом. Нелегалы от торговли, почему прилавки на тротуаре пользуются популярностью у покупателей. Попался, который катался, что грозит водителю из свадебного кортежа. Каток закрыт, когда тюменцы снова смогут выйти на бесплатный лед. Праздник к ним приехал, как байкеры подружились с солнечными детьми. Лед тронулся. В 2018 году начнется строительство нового надземного перехода на тюменском ЖД вокзале. Об этом стало известно на встрече главы региона Владимира Якушева с начальником Свердловской железной дороги Алексеем Мироновым. Этот переход через пути, он же выход на платформы, построенный еще во времена СССР, явно не подходит лучшему городу Земли. Во-первых, с тяжелыми сумками по ступенькам не набегаешься, но, во-вторых, это небезопасно, особенно зимой. Новый переход спроектирован так, чтобы люди смогли без проблем передвигаться в любую погоду, ну а для маломобильных групп населения предусмотрены лифты. И хотя срок окончания строительства не указан, в любом случае это уже обозримое будущее. Еще одна новость из Сирии. С 1 января 2018 на 3,7% вырастут пенсии. В Тюменской области это касается 297 тысяч человек. После индексации средний размер выплат неработающим пенсионерам составит 14,5 тысяч рублей. Еще через месяц, с 1 февраля, увеличится и ежемесячное пособие для федеральных льготников на 3,2%. В нашем регионе их 117 тысяч человек. Это инвалиды, участники войн, чернобыльцы. А с 1 апреля социальная пенсия вырастет на 4,1%. По 10 тысяч 800 рублей в месяц с начала будущего года смогут получать родители на второго ребенка. Средства пойдут из материнского капитала малыша, рожденного после 1 января 2018-го. Правда, этим смогут воспользоваться семьи с определенным уровнем дохода. У нас размер этот составляет 16,818 рублей. То есть вот если состав семьи из четырех человек умножаем, если их доход будет ниже, тогда они имеют право подать заявление на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка. Впрочем, сейчас в головах сограждан явно предпраздничный ажиотаж. Один из показателей – пробки в 10 баллов почти весь день. Ну а в торговых центрах и на рынках – аншлаги. И не только за мандаринами. На одной из тюменских ярмарок очереди за красной икрой. Кризис нет, не слышали. И цена немаленькая – килограмм около 5 тысяч рублей. Тем не менее, за деликатесом выстроилось больше 50 человек, и люди готовы стоять. При том, что красная икра есть едва ли не в каждом магазине и стоит даже дешевле. Но, видимо, доверие у покупателей не вызывает. Ну а для счастья этого продукта надо совсем немного. Для счастья мне. У меня 31 декабря день рождения. Поэтому вот мое счастье – покормить своих детей и внучат. Это же камчатская, поэтому как бы натуральная. Думаю, что не подмешали. А в магазинах, возможно. Поэтому, если думаю, грамм 300 – это уже полторы тысячи. Продажа идет второй день, а очередь меньше не становится. Всего продавцы привезли 375 килограммов красной икры. Такими темпами ее раскупят задолго до Нового года. Новый год берут на подарки. Организации берут своим работникам на подарки. Родителям берут на подарки, мамочкам, папочкам. Чавычу берут на подарки. Икру. Сами на стол. Богатый стол, богатый год. Интересно, что очереди не только в официальных местах торговли. Стихийные рынки, с которыми безуспешно борются городские власти, в предновогодние дни тоже пользуются популярностью. И вроде бы все знают, что продукция не сертифицирована. И торговля нелегальная. Но народная тропа не только не зарастает, а наоборот растет и ширится. Сегодня по ней прогулялся Алексей Козлов. Улицы республики, середина дня. Здесь многолюдно. Не только из-за прохожих. Здесь много продавцов и много покупателей. Стихийная торговля здесь ведется на протяжении многих лет. Продаются самые разные. Но в основном, конечно, продукты. Очень много рыбы. Ну, сейчас вот скоро Новый год. И продаются хвойные ветви. Также есть, например, картофель. Мы видели. Вызывает сомнения. Зачем покупать его на улице? Он же уже мороженый. То есть испорчен. Продается здесь мед. Продаются ягоды. Есть одежда, носки, варежки, шарфы. Но мы пообщались с покупателями. Их мотивацию сначала было сложно понять. Но они нас убедили, что все равно будут покупать во что бы то ни стало. Ну, в твоей базе, допустим, перец импортный. Стоит 153 рубля. Доставка до магазина плюс 20 рублей еще. Но пусть, грубо говоря, будет 170. Почему он в магазине стоит 280-300? Люди же сейчас стали понимать, почему такие цены. Накручивают магазины, федералы накручивают. Поэтому мы пойдем вот сюда, здесь купим хурму. Ну, а вот с точки зрения, что, ну, дорога рядом вроде бы, вдруг там зараза какая-то. А вы думаете, что там, где мы покупаем магазины, заразы нет, что ли? Вы зайдите на склады, там тараканы больше, чем я. Удалось нам пообщаться и с продавцами, спросить у них документы на товар. Ну, конечно, их предоставить нам не смогли, потому что их просто нет. Но и также они нам рассказали, мешают ли им контролирующие органы торговли. И вот что нам рассказали продавцы. У вас, если что, есть документы? Нет, этого нету. А вот там вот полиция находится рядом, мешает как-то торговле, нет? Ну, подходят, конечно, не только полиция, но и администрация, все подходят. Ну, как подходят, а потом уходят. Мы с тобой торгуем, жить-то как-то надо. Елочки. Ой, не надо меня снимать. А, откуда именно? Семенский или инсеменский? Ну, какая разница-то, они что, талиются? Ну, там не подходят проверяющие, контролирующие органы, не спрашиваешь, что, откуда, вот елки. Это с деленки. Это вот когда от лесу рубят. Ну, там сплошная рубка, там они, это все равно, это в костер идет. Происхождение самого товара для покупателя останется загадкой. Ну, или можно просто на слово поверить продавцу. Алексей Козлов и Александр Зосимов. И надо сказать, что у покупателей к ним больше доверия. Я не понимаю одного, почему во многих магазинах города торгуют хлебом Омска или Кургана. На нашем столе, на Ишимске, должен быть только ишимский хлеб. А также другие продукты питания, они у нас есть в полном объеме. И причем не только качественные, но и очень вкусные. Экономику города делают местные пищевики. Один комбинат хлебопродуктов в год отчисляет 80 миллионов рублей налогов. Предприятие производит муку, крупы и комбикорма. Сделать хотелось бы очень много. Прежде всего, это приподнять зарплату нашим работникам. Это задача номер один. А потом все остальное. Модернизация нужна? Модернизация – это необходимо, это вопрос ежедневный. Это ежедневно, мы этим занимаемся. А все упирается в нехватку средств. Но я надеюсь, что мы все-таки прорвемся и в этом вопросе. Ишимская колбаса сегодня есть не только на ишимских столах. Продукция мясокомбината настолько востребована, что в этом году объем производства увеличился на 3%. Это и было в планах предприятия, которое не испортило даже африканская чума. Прогнозировали, так и случилось. То есть в 2017 году она появилась в соседних регионах. Это вот Омская область, Курганская область. Ну а потом уже, конечно же, в конец 2017 года это уже и Тюменская область. Но мы готовы были, мы планово шли к этому тоже. Соответственно, то есть встретили ее подготовленными. К стабильным крупным налогоплательщикам Ишима в этом году добавились и новые. 9 небольших предприятий, в основном торговых, теперь тоже будут пополнять муниципальную казну. Создано 160 рабочих мест. Мы видим свои плюсы и мы видим свои минусы, над которыми нам необходимо поработать. И мы в ближайшее время с предпринимательским собственным на 2 месяца возобновим более плотную работу на соответствующие группы по улучшению инвестиционного климата. Сегодня в Ишиме реализуется 30 инвестпроектов. Общая сумма капвложений составляет более 2 миллиардов рублей. Оксана Павлова, Евгений Патько, Тюменское время. Ну а теперь о недавнем дорожном скандале. Полицейские нашли и привлекли к ответственности одного из водителей шумного свадебного кортежа. Напомню, несколько дней назад колонна дорогих машин со спецсигналами и снятыми номерами прокатилась по центру Тюмени с нарушением всех правил дорожного движения. А ролик выложили в соцсетях. Инспекторам удалось установить личность водителя Порше. Молодой человек, 95-го года рождения, сначала отрицал свое участие в этом мероприятии. Но когда полицейские показали его лицо на видео, опубликованном его же друзьями, во всем сознался. Впрочем, объяснить свой поступок он отказался. Данный водитель сознался в своем нарушении. Также еще ряд водителей уже установлены, которые в дальнейшем будут привлечены к административной ответственности. Данный водитель Порше Пономера будет привлечен по статье за управление транспортным средством без номеров. Наказание по этой статье предусматривает штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев. К нам присоединяется Анна Чаханадская. Аня, добрый вечер. Добрый вечер, Роман. Ну, ты знаешь, как сейчас помню эту новость, которую пестрили местные интернет-издания. И вот, наконец, найден один из фигурантов дела. Остается надеяться, что задержат и остальных? Остается надеяться. Но о чем сегодня еще писали местные интернет-издания, расскажу прямо сейчас. Пожалуйста. Тюменская линия пишет о том, что администрация Тобольска заплатит 250 тысяч рублей за моральный вред женщине, которая травмировала ногу в яме. Инцидент произошел еще в сентябре 2016 года. Пенсионерка из Тюмени приехала в Тобольск к сестре. В третьем Б микрорайоне, где живет родственница, не работало уличное освещение. Проходя по тротуару, женщина угодила в яму ногой и тяжело травмировала ее. Дважды пенсионерка переносила операцию и пять месяцев передвигалась на костылях. Взыскать моральный вред с администрации Тобольска помогли прокуроры. Они установили, что участок, где произошел случай, находится в муниципальной собственности. Мои коллеги из Тюменской службы новостей сообщают, что скульптор Николай Распопов отмечает сегодня юбилей. Ему 85. Заслуженный художник России, почетный гражданин города, создал бесчисленное множество работ. Это и Тюмень летящая, и памятник прощания, бюст Юрия Гуляева. Скульптуры Николая Распопова установлены не только на юге региона, но и в городах Югры и Ямала. День своего рождения скульптор отмечает в кругу семьи в Тобольске. Несмотря на солидный возраст, Николай Васильевич полон творческих планов. Он ежедневно бывает в своей мастерской, сейчас несколько скульптур в работе, о которых мастер раньше времени не спешит рассказывать. Но с завтрашнего дня, 27 декабря, по Тюмени начинает курсировать первый электробус, пишет Семьлиса двору. Он выйдет на городской маршрут номер 10, соединяющий аэропорт Рощины и авто, и ЖД вокзалы. Стоимость проезда будет стандартной, по городским тарифам 22 рубля. Но напомню только до 1 января, ведь с нового года стоимость проезда вырастает до 25 рублей. Длина маршрута электробуса около 20 километров, в него входят 7 установок. У входа в машину установлен турникет, кондуктора здесь не будет. Ну, также, Рома, в салоне автобуса есть камеры, которые снимают не только пассажиров в салоне, но и, представь себе, улицу. Нужно найти повод, чтобы прокатиться в этом новом автобусе и увидеть все своими глазами. Точно. Спасибо, Аня. Спасибо, Рома. А мы продолжаем. Самая востребованная профессия 2017 года – штукатур. А вы все еще думаете, в какой вуз отдать своего ребенка? Цифры – вещь упрямая, и статистика от центра занятости далеко не всегда вяжется с нашими представлениями о рынке труда. Есть ли на нем место профессиям будущего? Узнаем мы у директора Департамента труда и занятости населения Тюменской области, гость программы – Надежда Мазуркевич. Надежда Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Скажите, пожалуйста, каким стал 2017 год для Департамента труда и занятости? Лучше, легче, труднее в сравнении с предыдущими? Ну, у нас есть основные наши показатели, и по ним видно, что рынок труда в Тюменской области стабилен. Об этом говорит уровень регистрируемой безработицы, то есть он сейчас у нас примерно 0,65. Если для сравнения, по России это примерно единица. Если говорить о международной методологии труда по оценке уровня безработицы, то он у нас тоже так же по сравнению с предыдущим годом сократился, то есть в том году это было 5%, в этом году это 4,8%. То есть мы тоже на спад пошли, и достаточно хороший уровень. То есть жить стало лучше, жить стало веселее? Ну, мы себе ставим задачу и ежегодно в 19-м, в 20-м, в 18-м годах мы себе ещё немножко эту планку снижаем, для того чтобы... Ну, мы же должны каждый год какие-то... Ну, у вас работа такая, да, снижать эту планку. Если говорить об уровне напряжённости на рынке труда, это показатель, который показывает количество вакансий на одного человека, обратившегося в органы службы занятости. То он 0,2%. Для сравнения по Российской Федерации, это примерно 0,6-0,7%. Это значит, что, например, на одного человека, который зарегистрирован в качестве ищущего работу, приходится примерно 5,5 вакансий. 5,5 вакансий получается. Да. То есть это тоже достаточно большой такой показатель. Ну, вроде как выбор есть. Вы знаете, в обществе есть такой определённый элемент скептицизма в отношении департамента труда и занятости. Ну, мол, рисуют себе какие-то там вакансии, да, насколько они постребованы именно у ищущих работы. Ну, что они какие-то смешные вакансии за зарплату, там, в 10-15 тысяч, кому они вроде как нужны. Нет. Ну, во-первых, начнём с того, что те вакансии, которые заявляются в органы службы занятости, они проходят обязательную проверку с точки зрения соответствия требований законодательства. То есть они, в принципе, не могут быть меньше величины прожиточного минимума на территории Тюменской области. Ну, это понятно, да. Это во-первых. Во-вторых, там надо осмотреть, скажем так, уровень квалификации, который требуется на эти должности. То есть если рынок предлагает работу по этой, скажем так, стоимости, да, по этой оплате труда, и он находит себе таких потребителей, ну, значит, востребованный, те высококвалифицированные специалисты, у них тоже, ну, как бы, есть там особая категория должностей, и они точно так же находят работу. Есть высокооплачиваемые должности. То есть говорить о том, что они все с низкой зарплатой, и все там неквалифицированный труд в виде там… Это некорректно. Это нет, это некорректно, конечно. А можно ли спрогнозировать спрос на какие-то конкретные специальности именно в 2018 году? Конечно, можно. Рабочие? Да, это тоже, это рабочая специальность. Если говорить о специалистах с высшим образованием, это всегда врачи, учителя, инженеры. У нас планируется потребность и на уровне федерации, и на уровне Тюменской области есть топ-профессии. Если говорить о Тюменской области, то это профессии в сельском хозяйстве, инженеры, опять же, повторюсь, и строительство. Та потребность, которая есть на рынке труда, она немножко не из профессии будущего. Вот что касается рынка труда, будущее там все-таки еще не наступило. Приходится жить настоящим. Да, но вот это можно видеть через те умения и навыки, которые заявляет работодатель, дополнительные к этим специальностям. И все знают о soft skills, эмоциональный интеллект, коммуникабельность. То есть об этом тоже все говорят, что это те навыки, которые требуются специалисту, когда он выходит после образовательной организации уже на рынок труда. С наступающим вас Новым годом! Всего хорошего! Спасибо и вас! Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступные на Ютьюбе и в группах «Тюменское время» в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и Водноклассниках. Вернемся в студию после блока новостей из районов области. Подразделения МЧС региона начали работу в усиленном режиме. Он продлится до конца новогодних каникул. Мобильные пункты обогрева выставили в Тобольском и Увадском районах на участках федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансиск. Так, только у увадских спасателей на обслуживании более 200 километров дороги. Виколовские аграрии продолжают готовить технику к новому сельхозсезону. Механизаторы широкого профиля могут выполнить любые работы. В хозяйстве рассвет на 27 единиц техники 6 водителей-трактористов-слесарей. Недостающие запчасти планируют приобрести после продажи зерна. Проект «Электронная школа» пришел в районы юга Тюменской области. В Упорово теперь оценки в онлайн-журналы и дневники выставляют в обязательном порядке. Ежедневно половина учеников заходит в свои электронные документы. Что касается родителей, то таких пока 20%. В Галышманском районе супруги Спичева отметили 60 лет совместной жизни. Поздравили ювеляров с бриллиантовой свадьбой самые близкие люди – дети и внуки. Также им вручили благодарственное письмо губернатора области ей памятную награду. И все-таки будущее потихоньку подкрадывается к нам, например, в виде госуслуг онлайн. И если в городах и учителя, и ученики, и родители уже привыкли к проекту «Электронная школа», то в сельской местности его только еще осваивают. Как это происходит в Упорово, расскажет Инна Михайловская. Напоминания в дневнике. По старинке. Ученики Упоровской школы на смене эпох. Вместо бумажных занимают электронные носители. Дневники через интернет – дело уже привычное. Просто родители теперь могут онлайн наблюдать за нашими оценками и могут просто подойти посреди, можно сказать, посреди дня и спросить, почему там так получил, почему так, а раньше такого нельзя было сделать, так как доступа к оценкам не было ученика. Только через дневник получается. Ольга Гумер, мама пятиклассника, одна из первых включилась в проект. Удобно. Ребенок заболел, домашнее задание в электронном дневнике. И, конечно, первая узнает об успехах сына. Приходит и я ему говорю, получил четыре. По какому предмету? Иногда вот такие у него моменты бывают. То есть он не знает еще или не помнит, или еще там что-то мне говорит. Ты мама откуда знаешь? Мама знает уже. И учителя перестраиваются. Теперь они выполняют двойную работу. Ведут не только электронный, но и бумажный журнал. На всякий случай. Электронный журнал, он намного мобильнее и удобнее, потому что на уроке эта информация сразу же фиксируется. Мы уже привыкли к клавиатуре компьютерной, к всему быстрее работаем, чем мы пишем ручкой. Честно говоря, это так и происходит. Родители имеют доступ только к данным своего ребенка. Учителя своего класса. А вот Марина Григорьева, администратор электронной школы, может зайти хоть куда. Вот только защитить от взломщиков сможет едва ли. Наверное, если очень-очень продвинутый хакер, то он может поправить что-то сделать. Но если ребенок настолько умный, я не думаю, что ему будет необходимость исправлять оценки. То есть если он сам это может сделать, взломать, значит у него голова работает, и он может заработать эти оценки сам. По данным на декабрь, ежедневно половина учеников этой школы заходит в свои электронные дневники. Но что касается родителей, их значительно меньше, всего 20%. Они предпочитают все-таки традиционные бумажные носители. Вопрос прежде всего к качеству связи. В райцентре интернет достаточно быстрый, чего не скажешь о некоторых деревнях. Родителям просто нужно время, чтобы привыкнуть к виртуальному контролю. Инна Михайловская, Сергей Жернаков. Тюменское время. Впрочем, сейчас у школьников наверняка все мысли о каникулах и обо всем, что с ними связано. В том числе и об активном отдыхе. В Тюмени в этом году, кроме катков во дворах, залили несколько крупных площадок. Но некоторые из них не выдержали и пары дней. К примеру, в сквере Комсомольский. Его вновь откроют для катания в четверг. Сейчас там идут восстановительные работы. За выходные на бесплатной площадке побывали около 4 тысяч человек. После чего многие стали жаловаться на многочисленные выбоины и ямы. Некоторые даже получили травмы. Впрочем, организаторы катка обвиняют в этом самих отдыхающих. Нужно формировать в городе культуру массового катания. Пока нам еще вообще далеко до Москвы. Все говорят Москва, Москва. Посмотрите, как там клево. Но лучше начать именно с себя. То есть не курить, не сорить, не бить лед там, не ломать. В санках не ездить, в обуви не ходить. То есть элементарные вещи. В свою очередь организаторы готовы перекрыть часть входов, но и планируют ввести технические перерывы для оперативного ремонта покрытия. Восстановительные работы ведутся и на катке на набережной. В этом году здесь залили не одну, а сразу две ледовые площадки. И вторая не выдержала нагрузки уже в день открытия, в минувшую субботу. Сейчас также до пятницы в целях безопасности закрыты оба катка. Каток закрыт по двум причинам. Первая причина, значит, это резкое понижение температуры. Образовались трещины. И на открытии катка, конечно же, было очень много людей. То есть сверхно-нормативная нагрузка. Мы не ожидали. Каток у нас 2500 квадратных метров. Вообще, по сути, мы можем принять 600 человек. Было больше тысячи людей. Очень хочется, чтобы работу над ошибками сделали все. И организаторы, и отдыхающие. Нынешняя зима благоволит к активному отдыху. Ну и в завершение о необычном утреннике. Родители детей с синдромом Дауна устроили новогоднюю вечеринку в нетрадиционном стиле. Пригласили в гости байкеров. Как прошел праздник, увидела Лариса Соловьева. У Полины с утра сложный день. И платье не налезает, и туфли жмут. У маленькой дамы сегодня бал. Но Золушка в этой истории мама. Третий утренник, впереди еще два. Домашние дела никто не отменял. Да и в сказке Анастасия совмещает две роли. Еще и фея крестная. Сложно, особенно если праздник тематический. То нужно подбирать, конечно, наряд какой-то соответствующий. Ну, и это приятные хлопоты. Все-таки девочку наряжать это миленько. Наконец все мыши превратились в коней, тыква в карету. К балу готовы. Ну, вот это мой. Когда-то был кормилец. Дед Мороз на празднике с высшим профессиональным образованием. Игорь еще студентом театрального вуза подрабатывал зимним волшебством. С тех пор он давненько не брал бороду в руки. Но секрет успеха не в ежегодной практике. Для Деда Мороза главное понимать четко задачу, что он несет добро. Если есть этот посыл внутри, то и дети вас услышат. Сегодня здесь он не ради денег. И все снова как в сказке. Родители солнечных детей позвали на праздник байкеров. Байкеры позвали своего друга. Друг привел с собой Снегурочку. В этой компании она известна как Аннушка. Но и вечеринка в особом стиле. С непривычной внучкой и завязкой. У нас Снегурочка тоже по сценарию убежала от Дедушки Мороза с байкерами. И на праздник прибыла раньше деда. И вот она нарядная. На праздник к ним пришла. Впрочем, родители и дети тоже подготовились. Поля показывает всем. Поля молодец. Танцевать как панк Поля не училась. Но позы для фото с мамой отрабатывала. Как надо фотографировать? Скажу, вот так. Вместе с особыми детьми хороводы волят особые гости. И в таком окружении совсем по-домашнему смотрятся обычно брутальные и воинственные байкеры. Да какие воинственные? Нормальные мужики. На нормальных мотоциклах. Дети у всех есть. И внуки у всех есть. И будут. Нормальные все. Этот праздник только начало дружбы. Байкеры пригласили детей на экскурсию в свою кузницу. Лариса Соловьева, Андрей Захаров. Тюменское время. И на сегодня у нас все. Спокойной ночи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова